Министр экономического развития России Максим Решетников в Архизе провел совещание по вопросам развития туристической отрасли в Северокавказском федеральном округе. В совещании приняли участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, руководители департаментов Министерства экономического развития России, представители федеральных структур, руководство Кавказа РФ, министры по туризму из всех субъектов СКФО, представители управляющих компаний. О развитии курорта и в целом об отдыхе в Архизе расскажет Альбина Ламкова. Популярность курортов Карачаева Черкесии растет с каждым годом. Один из востребованных у туристов считается Архиз, где мы сейчас и находимся. Здесь построили большое количество отелей, новые подъемники, широкие трассы, а еще сказочно удивительная природа, которая несомненно манит своей красотой любителей активного отдыха. Катаемся, все нравится, приедем еще не один раз сюда. А впервые на лыжи встали? На сноуборде впервые, да. Архиз открылся 10 лет назад. Теперь это большой курорт. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной инженерно-коммунальной инфраструктуры. Оборудовано 27 километров горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, базы отдыха и пансионатов. В Архизе впервые друзья позвали. Первый раз стал на лыжи. Далековато, но интересно. Прям радует. А атмосфера вообще. Природа шикарная. Горы, красота, свежий воздух. Вообще все шикарно. Алексей уверен, что поездка в горы станет хорошей традицией, так как горнолыжный курорт – это не только способ провести время на природе, но и возможность испытать себя в экстремальных условиях. Это непередаваемая эмоция. Скорость, ветер в лицо, ощущение свободы, добавил он. Но не менее важна и спортивная атмосфера, которая царит на курорте. Мы уже не первый год катаемся и полюбили Архиз. Очень замечательный курорт. Екатерина Мендовская приехала из Москвы с мужем и младшей дочерью Миланой. В семье четверо детей. Архиз посещают часто. Причин приезжать на курорт много, отметила Екатерина. Своей красотой. Это в первую очередь. Во-вторых, широкие трассы. Все оборудовано для гостей, для людей. Удобно все сделано. Ни с чем не сравнится, честно говоря. В основе новой стратегии развития Архиза будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт Красная Поляна. Приезжаю постоянно. И был здесь, когда здесь вообще было просто поле и горы. И очень радуюсь, что курорт развивается такими темпами. Появляются новые услуги, сфера услуг на высоте. Главное, конечно же, это склоны для горнолыжников и сноубордистов. Здесь каждый для себя найдет подходящие и новички, и профессионалы. Северный Кавказ – один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха. И горы, и море, и каньоны, и целебные источники. Мощная санаторная курортная база. Отрасль показывает самые высокие темпы роста по стране, отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании в Архизе. В нем приняли участие глава Корчаева Черкесии Рашид Тимрезов, руководители департаментов Министерства экономического развития России, представители федеральных структур, руководство Кавказ-РФ, министры по туризму из всех субъектов СКФО и представители управляющих компаний. Хотелось бы отдельные слова благодарности сказать Рашиду Борисповичу Тимрезову. Рашиду Борисповичу у нас на связи. Картинка, конечно, сильно изменилась с последнего визита. Видим, насколько активно инвесторы начали вкладывать. И достаточно много вопросов. Мы посмотрели и сейчас облетели площадку возможного аэропорта, аэродрома Нового. И посмотрели дорожные все вопросы, которые с вашей подачи активно прорабатываются. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности министру экономического развития Российской Федерации за решение провести столь масштабное мероприятие в Корчаево-Черкесии. За всестороннюю поддержку республики в реализации задач по развитию экономики, включая туристическую отрасль, как драйвер развития экономики региона. В свою очередь Максим Решетников заключил, что высокий современный уровень даёт перспективы для дальнейшего развития курортов. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева-Черкесия, Архиз.